Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я снова вашему вниманию представляю FFA-сериал Sid Meier's Civilization VI. Правила у нас традиционные, вы их видите на своём экране. Единственная оригинальная особенность – это карта. Решили сыграть на континентах. Такую карту на моём канале, в шестой циве, вы ещё не видели. Играет 8 человек, я за Рим, против меня Голландия, Арабы, Индонезия, Кри, Польша, Кхмеры и Англия, царица морей. Опасная нация, я думаю, на континентах будет. В любом случае, напоминаю, в комментариях не приветствуются бессодержательные спойлеры и оскорбления участников партии. Во всём остальном, приятного вам просмотра! Ну что ж, карта континента – это значит, что важно появиться на море всё-таки. Я на море появился, но место, в принципе, такое средненькое. Средненькое, уходить не буду. Соляной старт! Я бы сказал, если бы это была пятая целая, но в шестой соль не так важна. Не буду в этот раз откладывать производство на поселенцев. Я считаю, что всё-таки разведка – очень важная штука здесь. Так, значит, обработать овцы – это мне животноводство надо, обработать соль – горное дело. Ну и крабов можно, например, если три ресурса обрабатывать. В общем, в любом случае, сначала животноводство, потом горное дело, а потом, например, можно вот так сделать. Поехали. Минус этого места, что тут нет реки. К сожалению, в шестой циве река намного, намного, ну, очень-очень важна. То есть у меня будет жильё только четыре. Честно говоря, у меня только до трёх жителей город нормально вырастет, а дальше будет со сложностями расти. Ну и в дальнейшем, как бы, проблемы с жильём будут. Ну, посмотрим, насколько это будет критично. И тут я вообще вокруг себя не вижу рек. То есть на реках, реки дают бонус, например, к районам, к производству, там, например, плюс два, к коммерческому району, как минимум. Здесь, наверное, на лошадей сразу буду ставить. Так, куда этот побежит? А, обратно побежал. Что я получил? Что-то я не увидел, что я получил. Знаете, я сразу ещё одного разведчика. Так, три-два, а так, три-три. Три-два ставим. Новый континент. Кстати, я не на континенте или... Нет, в Казахстане. Вот мне говорили про Казахстанию. Типа... Выдумал континент такой. Нет, он есть. Мы в Казахстане. Блин, ну вот это вот совсем... Смотрите, место вообще без производства. Просто без производства. О, зато река есть. Это интересно уже. Гаванде. Здорово. Ну вот, мне надо будет тут на реках, я считаю, вставить город, города. Рим будет на побережье. Вообще, конечно, легко берётся в некотором смысле, но... И флот тут без проблем строится в шестой цели. То есть тут не так страшно всего лишь один город иметь на побережье. Ну вот, тут сколько рек. Пойдём-ка сбегаем. К голландцу туда, что ли. Вот эту вот территорию надо заселять. Так, так, так. Тут всё правильно. Ну, офигительный бак ещё. Один, где мне на соль рекомендует игра «Ставить город». Ну, конечно, такого не может быть. Польша, привет. Я вот думаю, что строители я куплю. Я сейчас, наверное, двух поселенцев буду строить. А ты где выше, да? Да, я так понимаю. О, где голландец. О, где голландец. Так, значит, мне городу что-то сюда надо ставить. Скорее, слева. Ну, я, конечно, не буду... Я никогда не даю инфо о своём местоположении заранее. Так. Это столица Голландии. Вот где-то, наверное, сюда надо будет поставить. Да. Там сюда. Нет, не влазит. Давайте вот сюда поставим. Сюда. И, да. На холме, конечно, ну, что поделать. Так. Так. Вот. Вот и пошла нехватка жилья. Видите? Из-за этого растёт медленнее. А нет. Тут вот столица у него. Сейчас мы увидим её. Ладно. И тут... Так. Там ГГшка религиозная. Я первый нашёл. Да, надо тут подселять голландцы, иначе у меня не будет места. По границам моим не ходи, пожалуйста. Что? Я говорю, по границам моим не ходи, пожалуйста. Вдоль границ можно по границам. Ну, в смысле, по территории не надо. Смотри, голландец, что я сделал. Ужасно. Это... Сора на веки вечную. Ясненько. Так. Тут какие-то у нас пустыньки. Так. А где ещё руины-то? Что-то я... Такая огромная территория увидела. Только одни руины были. Этим будет возвращаться. Сюда. Тут, конечно, столицу надо увидеть. Но у него на реке... Так, тут всё хорошо. Они постав... Ага, вон где у нас... Поселок бежит. Он, наверное... Два, три... Ну, вот... Если он здесь поставит, нормально будет. Я ещё влезу. А если дальше, то плохо. Ну, и в принципе, я могу тогда мечниками это всё захватывать. Ну, регионами. Я, конечно, так и не открыл другой континент, да? Ну, скорее всего, сюда пойдёт. Но я всё равно здесь... Прыгну. Так, давайте глянем силу армий. Не думаю, что у него... Где я тут? Да. У него, похоже, только один. Дуболом. Ну, сразу ещё поселенца. Надо три города поставить. Фигула у нас англичанин с местом. У меня вот сюда надо будет прыгнуть. Скаутом, чтобы быть уверенным, что он дальше не пойдёт. Ну, ты, как бы, на краешке... Да, ну, там... Чтобы он тут поставил город именно... В том, что нас... Он тут знает, меня устраивает. Высокий. И так, это можно написать. С севера у нас тундру уже. Так, какой мне пункт он брать? В одной, я чуть... Снизу, короче. А сверху море. Неужели он дальше не пойдёт? То есть он дальше не пойдёт? Он встретил? Пока нет. Это здорово. Потому что я смогу ему тут мешать идти по реке. Просто сейчас встану сюда скаутом и всё. Так, пантеон. Мне пантеон брать. Ребят, я на острове. Это абсолютно точно. Ну, поздравляем. Может, на пастбищу? Было почему радоваться? Три... Больших участов-то. Очень маленький. Под два города. Ну, выходи в триреемы, плавай, ищи новое. Спасибо за совещание. Ура! 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 Да, 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 мне в эту сторону не очень удобно ставить. У меня остров на четыре города, я скажу. Все на островах сиди. Это точно Пангея? Это не Пангея, это континенты. Континенты, да. Это четыре города, ясно. Здорово. Смогу спокойно город поставить. Пойдем дальше исследовать карту. А этим сбегу, наверное, тут где-то должно быть... этот... лагерь варваров. Прикол Рима в том, что я сразу дороги получу между городами. Ну... Так, учитывая, что мы играем на карте Континенты, мы пойдем. Они, скорее всего, будут отдельными кусками суши. Чтоб что-то найти, надо, скорее всего, плыть. Ты, я первый. Помощь. С военной мощью 40. Блин. Вот это я мощный. Ну, мне, естественно, дуболомов надо поднастроить и апнуть их в мечников. Я вот даже не знаю, стоит ли мне еще, например, города ставить или просто идти в Нидерланды захватить легионом. Купил скаута. Почему настолько деньги делать некуда? Вместо того, чтобы, наверное, клетки выкупить. 70. Ну, он же купил его, не построил, не мог он его так быстро за два хода построить. Надеюсь, варвар его проатакует, а не меня. Так. Куда нам тут дальше надо? В обработку железа. В обработку бронзы сначала. Вообще, я бы гончарное дело тоже открыл. Да, что и посел так крезво идет, а? Измахте в объятии. Подселять, подселять, подселять. Хватай. Посел же. Я без защиты уже не вожу, пусть в уши. В этой ситуации. А нет, меня все-таки протокали. Что происходит? Спасай. Спас. О. О. Кстати, можно проатаковать, чтобы скаута качнуть. Что здесь строим? Строители, наверное. А здесь купим строители. Так. Сейчас будем фасткликать с Нидерландами. Но я хост, надеюсь. Перефасткликаю на лагерь варваров. Он, кстати, зря скаута не убил. Ой, этого дуболома своим скаутом не убил. Секундочку, можно паузу поставить? Еда приехала. Пару минут. Предлагаю по справедливости. По справедливости это ты забираешь лагерь. Потому что ты его первый нашел. Да, потому что я нашел, и я уже его дал. Хорошо, давай я забираю Амстердам, потому что я его первый нашел. Как тебе такая справедливость? Давай, давай, забирай. Забирай. Как эти божественные бомбины. Нет, просто логика этого голландца. Я первый нашел лагерь, поэтому я его забираю. Ну, это логика такая же, которую ты используешь. Я же тебя наслушался, насмотрелся. Я сейчас ничего тебе не говорил по поводу первой, второй нашел. Ну, в предыдущих играх говорил, поэтому я тоже риторику использовал. О, еще и кумаси, культурка повалила. Ну, у голландца, правда, вот здесь культура есть. Уделите по праву сильного. Объявляйте ваню. Подстрекатели убивают первых. А я далеко. Уберу метку. У него есть весовой аргумент. Это легионы. А. У. 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 uu. У. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, этот... Ну, я должен апнуть, надеюсь. Ладно, сейчас мы к чуваку в тыл придем. Поворуем там что-нибудь. Ну, надо воинов строить. Ну, чё, у вас там, война. Дружба, жвачка. Сайт проатакует, я, по идее, смогу апнуть воина, если, конечно, голландец не успел я. Ну, всё. Это война до конца. Всё равно лагерь важнее, потому что он ускоряет военную традицию. Он явно где-то город тут будет вставить. Ну, мне надо в три города играть и легионами атаковать. Тут без вариантов. То есть, если бы накопилось, ничего не дали. Построил тут шахту на солях. Для легиона, слава богу, не нужны никакие... Нет, я деньги сейчас не трачу. Всё, коплю на апгрейд легиона. КОНЕЦ Никуда не буду ничего отправлять. Ни хрена не дали мне патроны. Знаешь, ты говоришь, значит, дали кому-то ещё. Наверное, лошадок обработаю. Ну, а сколько добавляется там? Там неверо добавляется. Там просто... И этот город первый нашел. Голландец вообще типа подзабил, понимаешь? Исследование. Так, мистицизм. Поменяем тут на производство. Блин, так у меня тут... Очень быстро наняла раннюю империю. Так открою. Так открою. Три, пять. А, нет, я сейчас доведу до шести. Тогда мастерство так открою. А блин, вот кому-то присвящено на улице траву постричь. Ё-моё. Англичанин ты город ещё не поставил? Следующим ходом. Только не говори, что ты его на Пантанале будешь ставить. Голландец уже караван отправил. То есть он построил караван, отправил его. Третьего города у него ещё нет. Но я думаю, что какой-то он сюда его ведёт. Поведёт. То есть тут у меня скаут, и тут скаут надо бы. А он, наверное, уже ведёт. То есть я поздновато... Пришёл. Серьёзно. Продолжение следует... Ставлю магнуса именно для вырубки ресурсов. Получение бонусов. Я буду вырубать, когда выйду в Легионы, чтобы за эти леса Легионы строить. Не думаю, что Виктор в данном случае нужен, просто потому что я планирую нападать, а не защищаться. Продолжение следует... поставил уже город 3 но этот далековато конечно пойду сюда дуболома подвел не нюансы дуболомами 2 хотя посмотрим конечно мне очень важно чтобы чтобы железо у меня где-то было тут иначе я не ускорю обработку железа брали вообще все забрали я не понял когда успели ну и инок понаходили так получилось воротный краситель так не империя я пантеон быстро взял горе на клетке моря вернута и вот мне вот это огур погоды надо брать для строительства дуболомов виктора я следующего возьму все равно как бы и и и и и и и и так следующим ходом откроется железо я тут конечно сделаю пастбище но надо будет обязательно железо обрабатывать дай бог чтобы оно рядом со мной где-то было это очень очень важно важно Ну, науки на 1 больше просто потому, что у него жителей больше 7-8, а у меня 6, но зато скульптуры у меня явно круче, 4-6, 15,5, вау, как мне это использовать, что я тут более крутой, ну, военную традицию в любом случае надо будет открыть, чтобы открыть поддержка всем боевым юнитам с флангов. Сначала политическую философию пойду. Он еще этих ггшки не нашел. Ну, что, будет моего дуболома атаковать своими. А он в защите имеет... Нет, подступает. Ну, подводит. Ага, вон железо. Ну... В принципе... Норм, сколько стоит? 50. Блин. Дорого. Так, Виктор и сюда. Виктор и сюда. У него нет флангов. Но у меня тоже нету. Так, пострудовую повинность открыли. Давайте брать вот это. Плюс 50% производства. Четыре. Пять. Я думаю, что пять дуболомов мне выше крыши. Давайте дальше развитие. Филитическая философия. Три хода. Потом военную традицию. Он Виктора сюда посадил. Видите? Поэтому Поэтому пока ничего. Это первый его. То есть он зато Магнуса не использует. Будет обстреливать моего скаута. Четыре хода. Так. у него рабочий туда побежал куда-то пойдем мы скаутом его найдем и не тут нету смысла пытаться этот караванчик пограбить я лучше побегу вниз смотреть что что там где есть дича не дай 20 голды сейчас вернул только 20 прошло меня надо политический район еще построить видимо вот тут придется это делать и вот эти этих ребят вырубать еще класс в том что рим сразу имеет сразу имеет монументы вон у него скаут бегает ну мне как бы не страшно сейчас дуболом появится из ареции на нет или санкции санкции лучше ты тут так дофига производные зарец так есть производства тут что есть поля хорошо так давай даджалу лагерь кого лагерь я там бил бил чувака ты взял так это расширился город блин деньги не хочу очень тратить от правительственную площадь надо строить первая клетка у него это было знаете я ее наверно тут построю сейчас вырублю скот этот уберу давайте пращенька организуем что это относится к риму да блин надо было чтобы он походил сначала этим рабочим и и и и и и у меня мой маленький остров и на нем что же прекрасно не мешают содержание юниты же сейчас у меня не расходы ноль пока когда на содержание юнитов можно не брать генерала еще мне военный лагерь еще построить надо на самом деле блин и это тоже плюс два золота блин я еще в нормальный век выхожу это плохо а у голландца что он в темный плен и Продолжение следует... Продолжение следует... На равнине. Он не должен через леса видеть, что это за новый бред в шестой циве начался. Продолжение следует... 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 оставляет лучников вокруг что у него золотом интересно но нельзя золото вход посмотреть ваш это за глюки такие я поздновато военный лагерь строю на самом было раньше это делать уже понимая что и будет война да ну жопа в том что я выхожу к сожалению в обычную эру как то построить первое ход столбик стали за него очки или нет но это уже новая эпоха вот что это иди не должны нет не дали те дали в этой эпохи ну да имею ввиду я об этом и говорю голландец в темные душу будет иметь бонус к силе поляка это сколько у нас не не весь то есть сверху до слева если у тебя на столице ничего нет справа немножко не разведала там город так как он не нужен кумасе или антона на рио можно спросить на по ноте кто-то живет тут ближе к да давайте наверное антону на ревуке я и на ней ну ладно привет приплыл у тебя там есть рядом я на острове у меня ничего нет а где ты относительно по ноте что ты видишь а справа от нее я буду заселить нифига юниты попробую мне просто негде иначе селиться ты можешь в морские города подать палочек ну что и ну блин короче а у тебя там где то есть чудеса на берегу ни одного не нашел может где-то снизу много-то там может заканчивать отличание у тебя чудеса есть дохода рожеского города увеличивать на 20 процентов производства северный сосед кажется но города получают бесплатный юнит в том в америке как декабряный континентов самым не зло это жесть а я надеюсь он не зал приемов все таки а ты плыл я нет он меня нашел как он тебя нашел приплыл он пикул да окей я тоже плыл ну голландец оборону сделал стоит защищается но вот у меня идея в том что надо тут город ставить кто может быть тут город ставить и вот как-то гронинген это к его столице приплывешь захватывать ну нет пока что тут апну туда потом положил я уже не знаю где он мало ли ну сейчас наверно будет этот легион мне обстреливать я так думаю надо прачника убьют прачника но и дуброва с удовольствием не придется тупо не успеваю мы можем на отсчет на отсчет потому что я вот сколько пытаюсь только раз я вообще ничего не успеваю так так там у тебя варвары амстердам идут брать пусть берут ой я забыл этого рабочего вообще у меня тут более назойливый сосед надо вот сюда перекинуть прачника по берегу послов по слов я п не 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 ты готов да я готов 1 2 3 да блин почему один ход сделал лук не понял я а здесь не лук алмы понял теперь понял что они еще фарты могут строить или что они делают прикол и были слабые надежды на этом пока все продолжение планируется на завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока